Это не соревнования или чемпионат. Здесь нет первых или последних. Каждый из этих людей уже победитель. Решится войти в холодную воду и выложиться на полную не всем по плечу. В заплыве участвуют люди разных возрастов. Жители Сахалина – гости с большой земли и даже из-за границы. Всех их объединяет любовь к спорту и желание отдать дань великому событию. Им предстоит преодолеть различные дистанции на выбор – от нескольких сотен метров и до 15 километров. Следить за состоянием спортсменов во время заплыва будут спасатели на сопровождающих лодках. Это уже четвертая эстафета, посвященная победе. Одна, условно, спортсмены, которые по 30 минут будут плыть. Помимо спортсменов-любителей, есть группа и профессионалов. Для них предназначена максимальная дистанция. В каком составе плыть, каждый выбирает самостоятельно. Третья группа – это три атлеты. У них будет проходить эстафета в немного ином формате, так как они спортсмены, подготовленные. Первые 10 километров они пристреливаются, смотрят, как им в открытой воде плывется, смотрят свое время. Далее составляются группы из числа желающих. И оставшиеся 5 километров они уже плывут все цело в одной группе. До старта остаются считанные минуты, последние наставления, и можно отправляться в путь. Начинаешь отставать, никакого геройства залез в катер. А вот залазить – это легко? Да. Жизнь захочешь – залез в катер. Богор есть – помогут. Финишировали участники вечером на городском пляже Анивского района. Четвертая ежегодная эстафета «Доплыть до победы», организованная Министерством спорта Сахалинской области, приурочена к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Владимир Ильин, телекомпания ОТВ.